В Беларуси за сутки зарегистрированы 930 пациентов с коронавирусом, выписаны 713 человек. В большей степени борьба с ковид в нашей стране легла именно на женщин. Как считает главная медсестра столичной инфекционной больницы Ирина Паримон, у медицины женские глаза и руки. В ее подчинении почти 300 сотрудников среднего медперсонала, из которых около 90% представительницы прекрасного пола. В клинике Ирина работает уже восьмой год, не понаслышке знает, что такое лихорадка, гепатит. А вот с ковидом столкнулась впервые и график стал намного жестче. Она входила в состав мониторинговой группы, которая целый год колесила по Беларуси, чтобы помочь другим справиться с эпид-обстановкой. Главная медсестра обошла красные зоны всех крупных областных больниц и сельских медучреждений. Своих детей первые полгода Ирина практически не видела. Как женщины выстояли сражение с ковидом, о работе которой стало больше, чем просто профессия. Репортаж из первых уст. Я считаю, что медицина все-таки более женские руки, женские глаза. Иногда лечат не лекарства, не какой-то укол. Лечат, как сами же пациенты говорят ласковые слова, ласковые руки медицинской сестры. Когда по всему миру говорилось о том, что идет все-таки коронавирус, мы понимали, что рано или поздно все равно в нашу республику он тоже придет. Соответственно, мы готовились, мы читали, изучали какую-то информацию. Хотелось бы как-то немножко подготовить людей. Было вопросов больше, чем ответов. И когда кардиологов, хирургов переводили статус инфекциониста, который никогда не работал, не соприкасался с этим, понятно, что им нужна была помощь. Поэтому мы выезжали. Мы выезжали в разные регионы, как и по Минской, по всем областям. И сами областные центры выезжали, в разных клиниках были. Даже когда первый пациент поступил, для меня была главная задача – это обеспечить свой персонал средствами защиты, чтобы были антисептики. И когда практически в максимальном объеме я это смогла сделать, соответственно, я также оделась и пошла к этим пациентам общаться. В графе как таково у меня после того, как появилась у нас эта инфекция, как таково определенного не было. То есть все было по обстоятельствам. Я могла прийти к 8 на работу, могла к 7 утра прийти. И в зависимости от обстоятельств. То есть идешь на работу, планируешь что-то одно, получается совершенно иное. Первые полгода, когда началась эта инфекция, дома меня практически не было. То есть я в какое бы время я не освобождалась, но я ехала домой. Но, к сожалению, я приезжала, дети спят. Когда мне надо идти на работу, дети еще спят. Поэтому наше общение осуществлялось в основном по вайперу и иногда телефонные разговоры. По детям, конечно, я скучала. Старший у меня сын 15 лет, ну, понятно, тоже достаточно сформировавшаяся личность. А младшая, это у меня дочь 9 лет. Но она достаточно творческий человек, который занимается в музыкальной школе, она занимается. Она очень любит рисовать. И каждый раз, когда у нее там был выходной, вечер, свободная минута, она делала маленькие такие открытки, которые подписывала. Мамочка, мы скучаем, мамочка, приезжай. Бывает так вот. Подложат в сумку и пишет. Потом может мне в вайбере написать. Говорит, мамочка, посмотри в сумку, когда будешь скучать. И открывая сумку, она мне уже какие-то пожелания написала, положила. Муж принял это достаточно хорошо, потому что, когда был издан приказ в Министерство здравоохранения о том, что необходимо выезжать в другие регионы и областные центры республики, и когда я ему сообщила об этом приказе, он сказал, что не вижу никаких препятствий. Суп мы можем посварить и без тебя. Свою работу я очень люблю. И вот, честно говоря, наверное, сейчас, после того, когда пришла коронавирусная инфекция, я чувствую и вижу результат своей работы, что я не просто так хожу на работу, что действительно кому-то нужно. Это отзывы здоровых выписанных пациентов. Это отзывы, которые пишут благодарность пациентов. Это те же самые пациенты, когда я переодеваюсь, хожу в красную зону, я хожу с ними, общаюсь, и когда они мне говорят, огромное вам спасибо, у вас такие замечательные сестрички. Раньше «спасибо» звучало просто «спасибо», а теперь это проникает настолько, что, честно говоря, даже горда за своих медсестер. Эта инфекция показала очень многое в отношении людей. Люди более стали, как вот лично по персоналу, я вижу, и даже по пациентам, они как-то теплее, ближе друг к другу, более открытые стали. Как отделение, они больше как одной семьёй живут. То есть у них общий интерес и общие заботы появились.